Мастерскюб Добрый день. Мастерскюб, судя по названию, является усложненной версией обычного скюба. И это действительно так. Здесь очень много схожих элементов. Но собирается он гораздо сложнее классической головоломки. И неподготовленный человек вряд ли соберет мастерскюб без посторонней помощи. По крайней мере это маловероятно. В отличие от обычного скюба, здесь появились ребра и дополнительные центральные элементы. Мастерскюб это угловращательная головоломка. И по принципам сборки очень схож с представленными здесь еще экземплярами. Это RexCube, Dayan MasterCube, Multiscube или Multicube и EliteCube. Внешне Мастерскюб от фирмы Lanlan и Мастерскюб от фирмы Dayan очень похожи. Если был бы Мастерскюб от Lanlan в цветном пластике, их было бы практически не отличить. Но вращение их немного отличается. Если у Мастерскюба Lanlan при вращении противоположных углов задействуется центральная полоска. И так происходит на любой грани. То в Мастерскюбе Дайан на одних гранях вращение происходит точно так же. А на других центральная полоска не задействована. И мы можем одновременно поворачивать два противоположных уголка. В связи с этим сборка их отличается. И в данном видео мы будем рассматривать только версию от компании Lanlan. Возможно другие производители также будут выпускать данные головоломки. Но наиболее популярные на данный момент от компании Lanlan. Больше всего по принципу сборки Мастерскюб похож на RexCube. По сути RexCube это тот же Мастерскюб, но без углов. Поэтому если вы смотрели мое обучающее видео по RexCube, здесь у вас будет очень много знакомого. К примере сборка RexCentra будет точно такая же. Для остальных этапов будут свои нюансы. У Мастерскюба есть четыре типа элементов. Это обычные центры, которые находятся в центре каждой грани и имеют квадратные наклейки. Также RexCentra или лепестки, как мы будем их называть, они имеют прямоугольную форму и также один цвет. Обычных центров шесть, RexCentra получается двадцать четыре. Ребра двухцветные элементы, их всего двенадцать. Ну и углы стандартные, они имеют три цвета, их всего восемь. Они точно такие же, как на обычном скьюбе, подчиняются тем же законам и работают примерно так же. Только на обычном скьюбе они гораздо крупнее. По аналогии с RexCube мы здесь сначала собираем ребра, потом центральные элементы, потом RexCentra или лепестки, ну и в конце расставляем углы. Но при сборке ребер мы изначально следим за положением четырех белых углов. Об этом следует помнить. На RexCube такого нюанса не было. Сборка головоломки во многом интуитивна, но внизу экрана я все равно буду подписывать формулы для определенности. Поэтому сейчас я расскажу о языке вращений, который немного отличается от обычного скьюба. Мы будем использовать язык вращений для обычного скьюба, который также является угловращательной головоломкой. Здесь есть две системы нотации, одна из них VCA, другая нотация SARE. Для VCA нотации мы будем использовать движения R, R', L', L', U', 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 U' и вращение заднего нижнего уголка B', B'. Этих движений нам будет недостаточно, поэтому добавляются движения из нотации SARE, такие как F', F' и D', D'. Также в нотации SARE есть движения R и L, но они немножко отличаются. Если в VCA нотации R делается вот так, R', то у SARE R делается вот так, R', для VCA вращения вот этот уголок остается на месте, R, R', для нотации SARE этот уголок перемещается, R, R', ну и соответственно L, L', для того, чтобы не путать эти движения, движения R и L по нотации SARE, вот эти, я буду обозначать маленькими латинскими буквами. Все остальные движения будут обозначаться большими латинскими буквами. Соответственно на мастерскюбе эти движения будут выглядеть следующим образом. R, R', L', U', 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 задний нижний угол B, B', B'. Также из движений SARE F, F', передний верхний и передний нижний, D, D'. Эти все движения обозначаются большими латинскими буквами И маленькие латинские буквы R малая, R малая штрих, L малая, L малая штрих Несмотря на то, что здесь больше элементов, чем в обычном скьюбе Но движения все точно такие же Все потому, что при движении мы перемещаем сразу группу элементов И отдельно вот эти уголки мы вращать не можем На первом этапе мы собираем у мастерской юбы ребра Или можно считать, что это этап дино Есть у нас динокуб, который состоит только из ребер И который собирается достаточно легко Для того, чтобы собрать первый слой на динокубе Нужно было просто поставить 4 белых ребра рядом Синяя, красная, зеленая и оранжевая И вот получается первый слой СОБР Мы сейчас видим правильную расцветку Если белый смотрит на нас, то сверху красный Справа зеленый, потом оранжевый и потом синий Точно так же, как на обычном кубике Рубика Но динокуб можно собрать еще и вот так Если опять разместить белый к себе То сверху красный, справа уже синий Потом оранжевый и потом зеленый Если на динокубе возможны обе расцветки И головоломка соберется То у мастерскюба за правильной расцветкой нужно следить Соответственно, если мы расположим Здесь оранжевое ребро Предполагая, что здесь будет белая грань То справа должно быть не зеленое ребро А синее То есть вот это Отведем оранжевое в сторонку И поставим синее Соответственно, вернем оранжевое И получится у нас оранжевое-синее Следующий сюда должно подойти красное Она вот здесь Если мы поставим сразу То у нас отойдет в сторону синее Поэтому здесь нужно применить какие-то возвратные движения Ну, к примеру, можно отвести красное сюда Подвести место красного ребра поближе Вставить туда красное ребро И, соответственно, опустить Вот у нас получается уже три ребра Ну и на оставшееся место нужно поставить зеленое Белое-зеленое Для этого мы опять же отведем ребро в сторону Поднимем место, где оно должно стоять Вставим сюда ребро И вернем на свою позицию Наличие белого центра здесь вовсе не обязательно В процессе сборки центры пока перемещаются И мы их расположим по своим местам на следующем этапе В данном случае мы собрали первые четыре ребра Точно так же, как и на Рекс-кубе И далее на кубике Рекс мы должны были собирать остальные ребра Так же, как на Дина, без каких-либо отличий Но на Мастер-скюбе Есть одна важная особенность Которую нужно обязательно уяснить и не пропускать В том способе сборки, который я хочу вам показать После сборки первых четырех белых ребер Ну или, в принципе, первых четырех ребер Если вы начали с другого цвета Нужно обязательно расставить по своим местам углы Того же цвета, с которого вы начали Мы начали с белого Значит, мы будем белые углы расставлять по своим местам Это сделать можно достаточно просто Движения все интуитивные и никаких алгоритмов нет Здесь зеленые и оранжевые ребра Значит, между ними должно стоять белый, зеленый, оранжевый угол Он здесь поблизости легко ставится Соответственно, дальше Между бело-оранжевым и бело-синим ребром Должен стоять не бело-красно-зеленый А бело-оранжево-синий Причем ориентация его совершенно не важна Смотрим, где он Он вот здесь Дальше Бело-синий-красный Он стоит на месте, но развернут неправильно Нас это сейчас не волнует Главное, чтобы он стоял на своем месте Идем дальше Здесь должен стоять бело-красно-зеленый уголок Он, как всегда, поблизости Ставим его на свое место В итоге у нас собраны первые четыре ребра И расставлены по своим местам углы Они могут быть правильно ориентированы, как вот эти Либо неправильно ориентированы, как вот эти Это не важно Главное, чтобы они стояли на своих местах Если вы сейчас этого не сделаете То позже у вас Мастерскюб не соберется И вам придется частично его разрушать Чтобы восстановить вот такое их положение Это самая распространенная ошибка при сборке этой головоломки Можно понять принцип Что Мастерскюб собирается аналогично Рэкскубу И собирать его вплоть до углов Ну а дальше просто ничего не получится Если вы заранее не расставили уголки по своим местам По крайней мере тем способом, который я вам показываю Поэтому будьте внимательны Дальше мы собираем оставшиеся ребра Таким образом, чтобы не разрушить положение вот этих углов Если на Рэкскубе или Динкубе мы могли ставить ребро в один ход То здесь всегда нам нужно будет делать четырехходовые алгоритмы Вот, к примеру Зелено-оранжевое ребро Оно должно располагаться вот на этом месте Между бело-зеленым и бело-оранжевым То есть вот здесь Соответственно, для того, чтобы переставить ребро отсюда Вот сюда Мы можем интуитивно повернуть вот этот угол Тем самым переместив место, где должно стоять ребро Вот сюда Вставить сюда зелено-оранжевое ребро И отменить оба этих хода Отменить вот этот И у нас зелено-оранжевое станет на место И нужно обязательно отменить и поворот вот этого угла Поскольку сейчас белый-оранжево-синий уголок у нас отвелся вот сюда Отменяем это движение И каждый раз проверяем Что у нас уголки продолжают оставаться на своих местах Вот первое ребро второго слоя у нас уже на месте Смотрим дальше У нас есть вот синий-красный ребро Его нужно поставить между бело-синим и бело-красным То есть получается ситуация зеркальная Мы вот это место подводим вот сюда Вставляем сюда нужное ребро И отменяем оба хода Проверяем, что все углы все так же по местам И синий-красный ребро стоит между бело-синим и бело-красным Движемся дальше Видим, что зелено-красное ребро у нас заняло позицию между бело-оранжевым и бело-синим Смотрим, где у нас синяя-оранжевая Она получается напротив То есть это самая неприятная ситуация, которая только могла быть Обычно все проще Но в данном случае ничего страшного Можно сначала при помощи одного пиф-пафа или четырехходовки Извлечь отсюда это ребро А потом уже установить на свое место Соответственно мы можем проделать следующее движение Повернуть вот этот угол Тем самым переместив вот этот слот сюда Вставить в этот слот синий-оранжевый ребро Отменить это движение И отменить это движение Проверяем белые углы все так же на своих местах Но синий-оранжевый ребро уже переместилось поближе к своему месту И установить ее нужно вот сюда Причем это делается по аналогии с предыдущими ситуациями Если в прошлый раз, к примеру, на это место мы ставили ребро отсюда То чтобы его переставить отсюда сюда Мы можем просто отвести синий-оранжевый ребро в сторону Причем неважно, можно сюда, можно сюда Давайте отведем вниз Соответственно подводим место, где должно стоять это ребро Вставляем синий-оранжевый ребро И возвращаем Эти все движения интуитивные И какого-то определенного запоминания не требуют Главное понять, что мы делаем два движения И потом эти два движения отменяем Таким образом у нас сохраняется положение углов А ребра каким-то образом перемещаются Проверяем У нас собраны четыре белых ребра Четыре белых угла И получается три ребра второго слоя Осталось собрать еще одно Оно зелено-красное И мы получаем здесь зеркальную ситуацию Относительно предыдущего случая То есть нам нужно сверху переставить ребро вот сюда Ну и мы поступаем аналогично Отводим ребро в сторону Поднимаем место, где оно должно стоять Отменяем первое движение Отменяем второе движение Четыре ребра второго слоя у нас собраны Ну и соответственно проверяем Все уголки на своих местах И белые ребра тоже на своих местах Остается собрать только ребра Третьего слоя Это делается точно так же, как на Дина На Дина кубе на верхнем слое Есть всего три стандартных ситуации Самая простая решается в один пиф-паф Это когда у нас два желтых ребра Уже правильно ориентированы Мы располагаем ребро, которое стоит на своем месте То есть вот оранжевое На оранжевой грани стоит правильно Располагаем его сзади И делаем пиф-паф В данном случае правый То есть у нас должен красный цвет пойти вот сюда И пиф-паф как на пирамидке Если у нас при первом движении Вот это ребро не совпадает По цвету с передней гранью То это значит, что мы взяли правильно стоящее ребро Не сзади В данном случае Получается слева Можно в принципе на это вообще внимания не обращать А проверять только соответствие вот этого цвета передней грани То есть в данном случае у нас зеленый цвет с синим не совпадает Поэтому нужно перехватить И сделать пиф-паф слева Красный цвет с красным совпадает Делаем пиф-паф слева И все собирается Ситуация, когда нет ни одного правильно ориентированного ребра Решается при помощи двух пиф-пафов Сначала делаем любой пиф-паф Потом решаем то, что получится В данном случае видим, что красный с оранжевым не совпадает Значит перехватываем И делаем пиф-паф слева Ну и ситуация, когда все верхние ребра правильно ориентированы Но расположены не на своих местах Решается аналогично предыдущему случаю Сначала делается любой пиф-паф Потом решается то, что получится В данном случае мы видим, что красный с оранжевым не совпадает Значит делаем перехват И соответственно делаем правый пиф-паф Все собирается Смотрим на наш мастерскип И видим, что здесь два ребра правильно ориентированы А значит это случай, который решается за один пиф-паф Смотрим Вот этот оранжевый цвет Если пойдет вот сюда То вот с этим красным совпадать не будет Ориентируемся пока только на цвета ребер Центры пока еще расположены неверно Значит перехватываем и проверяем Зеленое Зеленое если пойдет сюда То с этими зелеными совпадать будет Поэтому делаем пиф-паф с левой стороны И получается, что все ребра стоят правильно Причем даже на этом этапе у нас должны углы стоять Все еще по своим местам Ориентация их опять же не важна На втором этапе мы собираем центры Делаем это точно так же, как на головоломке Иви Куб Напомню, что есть два основных способа Это перемещать центры вокруг одного угла То есть как в данном случае нужно три центра поменять местами Для того, чтобы расставить вот эти три центра по своим местам Мы первым движением ставим центр на свое место Поскольку сверху у нас цвет зеленый Значит начинаем с зеленого центра Делаем движение вверх и движение вниз Соответственно, если центр верхнего цвета будет располагаться справа Мы будем начинать с правой стороны Движение вверх и потом движение вниз Если нужно переместить центры таким образом То есть получается противоположные грани и верхние грани То мы делаем тоже пиф-паф, но немножко другой Опять принцип тот же Вверх у нас должен быть зеленый цвет Поэтому центр зеленого цвета первым делом ставится на свое место В данном случае он здесь Поэтому сначала делаем движение с передней грани Потом движение сзади грани Отменяем первое движение Отменяем второе движение Соответственно, если опять же на верхней грани у нас должен быть зеленый цвет А спереди этого центра нет То он может быть сзади И соответственно, начинаем сначала Движение с задней грани Потом с передней Отменяем это Отменяем другую Комбинируя два вот этих вида пиф-пафов Мы соберем все центры из любой ситуации Соответственно, на мастерскюбе Мы будем придерживаться тех же правил Мы видим, что у нас зеленый центр уже стоит на своем месте Поэтому вот эту грань лучше не задействовать Чтобы не разрушить Смотрим здесь Белый можно поставить сюда Ну, соответственно, оранжевый скорее всего переместится сюда То, что желтый здесь никуда не встанет Не так важно Не обязательно за каждый пиф-паф Ставить все три центра по местам Иногда достаточно одного или двух Нужно белый центр поставить вот сюда Поэтому начинаем пиф-паф справа Мы видим, что белый встал на свое место И оранжевый тоже встал на свое место Смотрим дальше У нас этот уже на своем месте стоит Здесь желтый стоит неправильно Синий стоит неправильно Очевидно, наверное, вот этот тоже будет стоять неправильно И остается тоже сделать пиф-паф вот такой Смотрим Желтый у нас слева Желтые ребра сверху Значит, начинаем пиф-паф слева И получается, что все центры собраны Чаще всего вот этих пиф-пафов, которые перемещают центры вокруг одного угла Бывает достаточно Но иногда требуется перемещать центры и по такой траектории Это в случае, если у вас уже собрались, к примеру, красные оранжевые, как сейчас центры И чтобы их не разрушать Мы используем второй тип пиф-пафов Желтый сверху Значит, вот этот центр первым делом ставим на свое место Потом получается сзади Отменяем это движение Отменяем это Комбинируя все эти пиф-пафы Мы, опять же, из любого положения соберем центр Этап достаточно интуитивный, понятный И каких-то особых алгоритмов не требует После перестановки центров можно заметить, что белые уголки Могут находиться вокруг желтого центра Соответственно, они будут находиться на желтой стороне А мы их все время стремились держать на белой Но в данном случае это уже не важно То есть после того момента, как мы расставили все ребра по местам За уголками можно уже не следить Они будут перемещаться только по тем траекториям, которые им дозволены И уже не смогут поменить своих орбит Кроме тех случаев, когда вы по ошибке разрушите положение ребер Тогда лучше убедиться, что они все-таки на своих местах Алгоритмы для перемещения углов я покажу на завершающем этапе сборки Для сборки рек-центров мы будем использовать один алгоритм, который состоит из двух пиф-пафов Сначала делается правый пиф-паф R L' R' L' Потом перехват Y Перехват Z И делается левый пиф-паф L' R' Мы видим, что положение центров никак не поменялось Но переместились уголки На самом деле, помимо изменения положения углов Здесь развернулись еще две вот этих полоски Вот эта белая И вот эта красная Поэтому алгоритм будем называть Flip Поскольку сейчас его влияние было незаметно Мы сделаем Setup Move К примеру, вот такой И развернем вот эту полоску И вот эту полоску Делаем сначала правый пиф-паф Перехват Y Z Делаем левый пиф-паф Если вернуть все на свои места И отменить Setup Move Мы видим, что у нас белый и оранжевый рек-центры И лепестки поменялись местами Соответственно, при помощи данного алгоритма Мы можем менять местами Как минимум два лепестка Для того, чтобы поменять их обратно Мы должны Один из лепестков Поместить на ту же грань, где есть второй Дальше Развернуть вот эту полоску При помощи флипа И вернуть движение на место С левой стороны Важно, чтобы вот эта полоска была Либо одноцветная, либо разобранная Ну, то есть, ее разворот не должен нас волновать Делаем правый пиф-паф Перехват И левый пиф-паф Перехватим обратно Отменяем Setup Move И видим, что поменялись лепестки местами Сейчас наверняка обратили внимание Что я сделаю перехват Как-то чуть по-другому Давайте покажу помедленнее Сначала делаем правый пиф-паф Потом вращаем Master's Cube По часовой стрелке Вокруг вот этого переднего уголка Таким образом Чтобы верхняя грань стала правой Левая стала верхней Ну, а правая, соответственно, стала левой То есть, вот так И это получается равносильно Двум перехватам Y и Z Ну, так вращать понятней Быстрее и проще И отсюда делаем левый пиф-паф И все собирается Обращу внимание еще на один момент Если мы сделаем Setup Move По часовой стрелке То есть, в данном случае R Сделаем алгоритм Перехват Левый пиф-паф То мы можем не перехватывать Master's Cube обратно Мы можем Setup Move отменить С левой стороны Если мы делали движение От себя справа То теперь нам нужно также сделать Движение от себя слева Возвращаем И вот у нас Сохраняется положение ребер И вот эти два элемента Поменялись местами Соответственно, если сделать Setup Move на себя То в конце алгоритма С левой стороны тоже надо будет делать на себя Ну, давайте завершающий раз продемонстрирую Вот нам нужно Поменять вот этот И вот этот элемент местами Располагаем их на одной грани И разворачиваем вот эту полоску И вот эту полоску Правый пиф-паф Перехват Левый пиф-паф Мы делали Setup Move R от себя Значит, сейчас возвращаем тоже от себя Собираем лепестки Давайте начнем с белой грани Мы видим, что на белой грани Нет ни одного белого лепестка Поблизости есть вот этот Если мы Повернем его Вот так То белый и зеленый Поменяются местами Соответственно, белый станет На свое законное место А при отмене Setup Move Зеленый станет на зеленой грани Это самая лучшая ситуация Из возможных То есть мы за один флип Ставим два лепестка на место Обращу внимание Что для того, чтобы Поместить вот этот белый лепесток На одну грань Зеленым Я вот если из такого положения смотреть Сделаю движение R Соответственно, после того, как мы сделаем флип Надо будет сделать тоже движение от себя L' Чтобы отменить Setup Move Пока у нас все так сильно перемешано Не совсем очевидно бывает В какую сторону Какие движения отменять Делаем флип Правый пиф-паф Перехват по часовой И левый пиф-паф И левый пиф-паф Соответственно, мы делали движение R Значит, сейчас мы должны сделать движение L' Для того, чтобы отменить Setup Move Если, к примеру, вы забыли Какой Setup Move вы делали R или R' Перед началом алгоритма То это не страшно К примеру, мы делали R, но не запомнили это И, соответственно, по ошибке сделали движение на себя Мы видим, что ребра стоят неправильно Соответственно, мы сделали ошибку И для того, чтобы ее исправить Нужно просто это движение повторить И мы видим, что ребра встали на свои места Соответственно, пока у нас начальный этап сборки лепестков Ориентироваться нужно исключительно по ребрам Поскольку остальные лепестки могут стоять хаотично В результате нашего алгоритма Мы видим, что на белой грани появился первый белый лепесток Ну, а на зеленый он уже был второй На мастерскюбе совершенно не обязательно Полностью собирать одну грань Потом переходить к другой Можно собирать те лепестки, которые находятся в удобном положении К примеру, вот этот лепесток Если я его поверну на эту грань Я смогу поменять местами только с другим белым А это не даст никакого нужного эффекта То есть это будет бессмысленное движение Поэтому это я пока делать не буду Но зато я вижу вот этот белый лепесток Который можно поменять вот с этим желтым Причем белый и желтый Это цвета противоположных граней И при любом удобном случае Желательно от таких противоположного цвета лепестков избавляться К примеру, в данном случае мы можем поменять вот эти два местами Располагаем в исходную позицию Делаем set up move В данном случае это R Делаем flip Правый пиф-паф Перехват Левый пиф-паф Мы делали set up move R Поэтому отменяем L' Видим, что появился еще один белый лепесток Смотрим, есть ли поблизости еще белый Видим вот этот Но он располагается неудобно Поэтому давайте пособираем пока какой-нибудь другой цвет После того, как мы соберем все лепестки Я покажу алгоритмы, которые помогут за один флип Собрать лепестки из любого положения Они чуть более сложные и совершенно необязательны для применения Смотрим, здесь много зеленого Можно зеленый дособрать И поблизости у нас есть зеленый лепесток То есть мы за один поворот уголка Поставим этот лепесток на зеленую грань Соответственно, вот у нас зеленая грань Об исходной позиции Мой вот этот лепесток Поворачиваем сюда движением R' Запоминаем его Делаем флип Правый пиф-паф Перехват Левый пиф-паф Стоп-мув был R' Значит, отменяем как L То есть тоже на себя Видим, что уже три зеленых лепестка Смотрим, есть ли поблизости четвертый Но он на противоположной грани Проверяем, не появился ли белый Пока нет Соберем какие-нибудь еще Вот у нас у оранжевого два лепестка стоит на месте Можно к ним что-то добавить Ну, к примеру, вот Эти два можно поменять местами Располагаем в исходную позицию Делаем сетап-мув В данном случае это R' Делаем флип Перехват И отменяем сетап-мув Три оранжевых Смотрим, есть ли еще Есть, но далеко Если бы оранжевый лепесток был здесь Мы бы его могли сюда повернуть В данном случае Необходима более сложная сетап-мув Которую мы разберем потом Движемся дальше У нас остались Синий, красный и желтые грани Видим замечательную ситуацию Когда можно синий и красный поменять местами И два лепестка сразу станут на своей позиции Разместим таким образом Делаем сетап-мув R' Flip Правый пиф-паф Перехват Левый пиф-паф Сетап-мув был R Поэтому делаем L' И у нас появился один синий лепесток И красный тоже должен был Стать на свое место Ну какой-то из этих Сразу отсюда Видим, что можно вот этот синий Переставить вот сюда Делаем сетап-мув R Делаем flip И отменяем L' Смотрим, что здесь есть поблизости Видим, что вот эти белые и красные Можно поменять местами В данном случае стат-мув будет R' Делаем flip И отменяем сетап-мув R' Для белого остался один элемент Но он напротив Для синего два элемента И вот можно один из них Какой-то переставить И красный Красный пока далеко То, что мы сейчас пока оставили Вот этот красный элемент Ничего страшного Я напомню, что При выполнении алгоритма flip У нас разворачивается Не только вот эта полоска Но еще и вот эта Если сейчас Этот красный стоит Неудобно В процессе там Несколько флипов Он может переместиться вот сюда И тогда нам будет удобно Его поставить на свое место Ну, если этого не случится Я также покажу Как это решать Ну, давайте сначала поставим вот сюда Какой-то синий элемент Сетап-мув R Делаем flip И отменяем сетап-мув Мы сейчас можем поставить Вот этот желтый элемент Вот сюда Но синий лепесток При этом станет на зеленую грань Что не очень удачная позиция Поэтому Если у нас есть выбор То лучше так не делать К примеру Я вижу два лепестка Которые хорошо было бы поменять местами Но они стоят неудобно Слишком близко друг к другу То есть Если я этот оранжевый Перенесу на оранжевую грань Вот этот желтый У меня сместится на соседнюю Соответственно Поменяется местами два оранжевых Это неудобно Но при помощи флипа Я могу развернуть Вот эту полоску Давайте посмотрим Что из этого получится Я располагаю Мастерскую таким образом Не делаю никаких Сетап-мув Мне для того Чтобы поменять Вот эти два местами Нужно чтобы желтый Был где-нибудь вот здесь Соответственно Я разверну Вот эту полоску И попутно Развернется еще Вот эта Но поскольку она Одноцветная Мне это никак не повредит Делаем флип Перехват И видим Что теперь Оранжевые и желтые лепестки Стоят На удобных местах Располагаем Мастерскюп Вот так И получается Снизу Делаем Стоп-мув И выполняем Опять Флип Перехват Стоят-мув был Р Поэтому Отменяем Л-штрих Смотрим Что у нас осталось Мы видим Что красный Стоит неудобно Синий Стоит Тоже неудобно Желтый Тоже неудобно Давайте Желтый Вот этот Развернем При помощи Флипа И как раз Поставим Вот этот Желтый Элемент На место Белого Тем самым Убрав Лепесток Противоположного Цвета С желтой Грани Для этого Берем Мастерскюп Вот так Стоп-мув И делаем Флип Отменяем Что остается Вот удобно Стал Белый Лепесток Делаем Стоп-мув На белую Сторону Получается Р И выполняем Флип Отменяем Так Вот этот Синий Хорошо Можно поставить Ну Желтый Стоит Не очень Удобно Поэтому Начнем С синего Стоп-мув Р Правый Пиф-паф Перехват Лежый Пиф-паф Отменяем Стоп-мув Л-штрих У нас Собрана Белая Синяя Сторона На зеленый Красный И желтый Не хватает Одного Лепестка Оранжевая Собрана Ну и соответственно Для того Чтобы здесь Что-то Сделать Нужно Сначала Как-то Положение Изменить Причем Изменить Можно Абсолютно Любой К примеру Если я Вот этот Красный Перемещу Вот сюда Я смогу Собрать Вот этот Лепесток Тогда Я беру Мастерский Вот так Чтобы Развернулась Вот эта Полоска И вот Эта Полоска Делаем Флип Смотрим Что Получилось Ну вот Можно Вот эти Два Поменять Местами И желтый Станет На место Сотопнув Р Флип И отменяем Сотопнув Остается Красный И зеленый Элементы Не располагаются Далеко Друг от друга Поэтому Сначала Я Разверну Какую-то Одну Полоску Причем Если я Это сделаю Вот из Такого Положения Давайте Попробуем То у нас Развернется И вот это И вот это Полоски И соответственно Ситуация Не улучшится Я делаю Клик И у нас Становятся Вот эти Два Лепестка Рядом Что Ситуация Не изменила А значит Мне нужно Взять Мастерский Так Чтобы Развернулся Только Один из Этих Лепестков К примеру Таким Образом Развернется Вот эта Полоска И вот эта Полоска Делаем Флип И смотрим Вот теперь Они в удобных Позициях Располагаем Таким Образом Стоп Мув Р Делаем Флип Отменяем Стоп И бывает Еще Такая Неприятная Ситуация Которую Нужно Стараться Избегать Если вы Не умеете Быстро Ее решать Это Когда Два Последних Лепестка Оказались На Противоположных Гранях Для Этого Мы Сначала Перемещаем Лепесток На Соседнюю Грань И потом Ставим На Свою Соответственно Флип Придется Делать Не Один Раз Давайте На Примере Вот Этих Двух Посмотрим Как Решать Эту Ситуацию Без Продвинутых Алгоритмов Для Начала Белый Лепесток Переставляем Вот Сюда Сотопнув R' Делаем Флип Перехват Отменяем Мы Видим Что Белый Перешел Сюда Я могу Поставить Его На Белую Грань Берем Таким Образом Стопнув R Делаем Флип Отменяем И нам Остается Еще Вот Эти Вот Синий Желтый Поменять Местами И Получается Третий Флип Стопнув R' Штрих И Отменяем Все Лепестки Собраны Ну а теперь Покажу Как можно Быстрее Решать Не очень Удобные Ситуации К примеру Нужно Переставить Два Рядом Стоящих Лепестка Это Может Быть Как В конце Сборки Так В начале В середине На любом Этапе Для того Чтобы Решить Подобную Ситуацию Мы Делаем Стопнув Вот Такой Приводя К стандартной Ситуации Перехватываем X Штрих Y Штрих Ну или Просто Располагаем В привычной Нам позиции И Отсюда Делаем Привычный Флип С Необходимым Стопнувом Ну в данном Случа Это будет Стопнув R Делаем R Запоминаем Его Поскольку Это Второй Стопнув Делаем Флип Сетопнув Был R Поэтому Отменяем Как L Штрих И дальше Необходимо Отменить Первый Сетопнув Если Вы все Делали Точно Так же Как И я То Он Будет Всегда D Штрих И За Один Флип Эти Два Лепестка Встали На Свои Места Похожая Ситуация Но Теперь Эти Лепестки Находятся Наоборот Далеко Друг Отдруг Делаем Такой Сетопнув Но Перехват Будет Немножко Другой Это Будет Z Y Штрих И Второй Сетопнув Мы Делаем Соответственно R Штрих Отсюда Делаем Флип Сетопнув Б Штрих Сетопнув 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 Делаем Флип Отменяем Первый Сетопнув И отменяем Второй Сетопнув В данном Сетопнув Движение D Все Лепестки Собраны На этапе Сборки Углов Нам нужно Сначала Их расставить По своим Местам После чего Правильно Ориентировать Возьмем Обычный Скип И выполним На нем Три Пиф-пафа Вот таких Вот Первый Пиф-паф Второй Пиф-паф Третий Пиф-паф Мы видим Что здесь Поменялись Местами Вот эти уголки И Вот эти уголки У нас Все остальные Элементы Остались на месте Два Вот так И Два Вот так Соответственно Если делать Три Пиф-пафа То мы Можем Менять Четыре Угла Местами Первый Пиф-паф Второй Второй Пиф-паф Третий Пиф-паф Два Вот этих И два Вот этих Проще Всего На Мастерскюбе Использовать Эти знания Следующим Образом Мы находим Какой-то Угол Который Стоит Не на Своем Месте И Располагаем Напротив Него Вот здесь Вот сзади Его Место В данном Случа Бело Сине Красное Место Соответственно Если мы будем Делать Три Пиф-паф Этот Уголок Станет Вот сюда Очевидно Что Вот этот Станет На Его Место И Поменяются Вот эти Два На деле Мы можем Не отслеживать Остальные Три Угла А только Рассматривать Вот этот Поскольку Вариативность Их Перемещения Достаточно Мала И мы Все равно За одно Два Применения Расставим Все уголки По местам То есть Важно Нашли уголок Который Стоит Не на Своем Месте И Располагаем Вот здесь Вот Его Место Он Белый Синий Красный Вот это Место Зелено Красно Желтое Не Его Можем Расположить Вот это Место Оранжевого Синие Тоже Не Его Но Надо Расположить Именно Его Место У вас Три Варианта Из них Нужно Выбрать Правильный Белый Синий Красный Белый Синий Красное Место Делаем Три Пирпату Смотрим Что Получилось У нас Белый Зеленый Оранжевый Встал На Место Белый Синий Красный Встал На Место Причем Проверяем Здесь Желто Синий Оранжевый Стоит На Месте И Желто Зелено Красный Стоит На Месте Но Они Конечно Неправильно Ориентированы Но Это Сейчас Не Так Важно Дальше Смотрим Есть Ли Еще Углы Которые Стоят Не На Своих Местах Естественно Мы Находим Что Желтый Уголок Располагается На Белой Грани А тут Он Быть Не Должен Если Он Желтый То Вряд Ли Есть Смыс Прихватываем Смотрим Желто Синий Красный Вот Его Место И Делаем Три Пиф Пафа Можем Конечно Переставить Его Вот Сюда Но Тогда Он Станет Не На Своё Место И Придется Пиф Пафа Делать Еще Располагаем Желто Синий Красный Уголок Напротив Желто Синий Красного Места Делаем Три Пиф Проверяем Можно Взять Белую Грань На Месте На Месте На Месте Месте На Всях Случай На Желтой Грани Все Уголки На Месте И Здесь Будете Внимательны Если Вы На Этапе Никак Не Можете Расставить Уголки По Местам Хотя Делаете Все Правильно То есть Вы Делаете Трепив Пафа Еще Делаете Трепив Пафа Еще То Либо Вы Что-то Делаете Не Так Либо Изначально На Самых Первых Этапах Вы Расположили Белые Уголки Неправильно В Этап Случай Вам Придется Пересобрать Углы Соответственно Вернуться На Этап Сборки Белых Ребер Расставить Правильно Углы И Восстановить То Что Разрушится Поэтому Если У вас Такие Ошибки Возникают На Первом Этапе Будьте Особенно Внимательны И При Сборке Первых Четырех Белых Ребер Расставляйте Углы В данном Случай Все Хорошо И Нам Остается Только Развернуть Все Углы На Своих Местах Для Разворота Уголков Будем Использовать Тот же Самый Флип Который Мы Используем Для Перестановки Лепестков Мы Будем Делать По Два Флипа За Раз И Между Ними Будут Перехват За Раз Мы Можем Развернуть Два Уголка Один По Часовой Стрелке Другой Против Часовой Стрелки Смотрим Вот Этот Белый Нужно Развернуть По Часовой Стрелке Напротив Него Находим Уголок Который Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки У нас Их Три На Выбор И Соответственно Выбираем Тот Который Нам Удобнее То есть К примеру Если Вот этот По Часовой Стрелке А вот Этот Тоже По Часовой Стрелке То Его Лучше Не Брать А Поискать Какой Нибудь Другой Вот Этот Против Часовой Стрелки Соответственно За Одно Выполнение Мы Правильно Поставим Сразу Два Уголка Располагаем Два Уголка Которые Мы Разворачиваем Снизу Один В левой Руке Другой В правой Руке Причем Тот Уголок Который Разворачивается По Часовой Стрелке Должен Быть Слева Вот Этот Который Против Часовой Стрелки Должен Быть Справа Против Часовой С Уголки Которые Мы Разворачиваем Мы Делаем Флип Правый Пиф Паф Перехват Левый Пиф После Чего Мы Делаем Перехват Z И Y Штрих После Чего Делаем Еще раз Флип Правый Пиф Паф Перехват Левый Пиф Паф И Два Наших Уголка Развернулись По-моему Это были Вот эти Таким Образом Мы Разворачиваем И все Оставшиеся Уголки Видим Что Вот этот Белокрасно-синий Нужно Развернуть По Часовой Стрелке Напротив Него Вот этот Желто-красно-зеленый Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки Располагаем Таким Образом Здесь По-часовой Здесь Против Часовой Нужно Развернуть Делаем Флип Перехват Дальше После Флипа Перехват Z Y Штрих Для достоверности Можно убедиться Что вот эти Два угла Стоят Не на своих Местах То есть Правый И левый Стоят На своих Местах А вот эти Не на своих И делаем Еще один Флип Изначально Я использовал Другие Более Сложные Методы Но Решил Оптимизировать Эти Процессы Для того Чтобы Использовать Минимум Алгоритмов Для Сборки Просто Их Будет Легче Запомнить У нас Остается Три угла Которые Нужно Развернуть Вот этот Этот И вот этот И понятно Что за Один раз Мы не сможем Два уголка Развернуть Сразу В свое Состояние То что Иначе Останется Один Один уголок Мы разворачивать На этой Головоломке Не имеем Возможности По крайней мере По тому методу Который Я показываю Находим Уголок Который Нужно Развернуть По Часовой стрелке Такого К сожалению Не находится Все уголки Нужно Развернуть Против Часовой стрелки Поэтому Располагаем Два Неправильно Ориентированных Уголка В нужных Позициях Здесь И здесь И здесь Вот этот уголок Сразу Развернется Правильно А этот Повернется По Часовой стрелке И Следующим Алгоритмом Мы развернем Его В нужное Положение Если у вас Осталось Три угла Вы За два Применения Алгоритма Развернете Их В правильное Положение При первом Применении Один Встанет Правильно Другой Повернется Как-нибудь И за второе Применение Все уголки Ориентируются Правильно В данном Случае Вот этот Уголок Повернется Против Часовой Стрелки Станет Правильно А вот этот По Часовой Стрелке И останется Неправильно Ориентированным Делаем Флип Перехват Z Y Делаем Еще Один Флип Смотрим Что у нас Остается Остается Два Угла И в любом Случае За одно Применение Алгоритмов Они должны Будут Стать На свои Места Если Конечно Вы Не Ошибетесь В данном Случае Вот этот Белый Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки Вот этот По Часовой Стрелке Если Взять Таким Образом То Соответственно За один Раз Оно Не Соберется С левой Стороны Должен Быть Уголок Который Нужно Развернуть По Часовой Стрелке А с Правой Стороны Тот Который Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки Соответственно Делаем Флип З З У И еще Один Флип И Мастер С С С Собран Альтернативный Способ Разворота Уголков Алгоритм Будет Длиннее Но Зато Без Перехватов Допустим Нам Также Нужно Развернуть Два Уголка Один По Часовой Стрелке Другой Против Часовой Стрелки Мы Их Расположим Не так Как Ранее А наоборот Сверху Один Спереди Другой Сзади Обратим 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 Внимание Что Передний Уголок Необходимо Повернуть По Часовой Стрелке Получается Задний Против Часовой Алгоритм Следующий Делаем Три Пиф-пафа Один Пиф-паф Второй Пиф-паф Третий Пиф-паф И Видим Что Передний Уголок Нужно Повернуть Против Часовой Стрелки Перед тем Как мы Начали Выполнить Алгоритм Стоящий Здесь Уголок Надо Был Повернуть В Другую Сторону Но Этот Нужно Повернуть Против Часовой Стрелки Поэтому И Поворачиваем Получается Движение F И Опять Делаем Три Пиф-паф Теперь Нам Остается Только Отменить Движение Получается Поворачиваем Передний Угол И Все Уголки Правильно Ориентированы Нетрудно Догадаться Что Если Передний Уголок Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки А Задний Наоборот Мы будем Делать Похожий Алгоритм Только После Трех Пиф-паф Поворачивать Будем Передний Уголок В другую Сторону Делаем Три Пиф-пафа Один Второй Третий И Видим Что Вот этот Уголок Просится Повернуться По Часовой Стрелке Так Мы Поступим Делаем Еще Три Алгоритм Настолько Интуитивный Что Даже Запоминать Его Особо Не Нужно Делаем Три Пиф-пафа Поворачиваем Уголок В ту Сторон В Которую Нужно Делаем Еще Три Пиф-пафа В конце Возвращаем Сетап Мув Дал Алгоритм Длиннее Но Он Делается Без Перехватов Поэтому Кому-то Он Может Показаться Удобнее Я Лично Использую Предыдущий Так Как Он Быстрее И В нем Применяется Тот Самый Флип Который Использую Во Всей Сборке По Сути Здесь Только Сложности С уголками Все Остальное Собирается Так Как На Рекс Кубе Мастер Скиуб Вращается Вполне Неплохо По крайней мере После Определенного Количества Сборок Именно Модель От Ван Ван Изначально Выглядит Не очень Презентабельно Здесь Есть Некоторые Дефекты По Пластику Но Наклейки Держатся Хорошо Головоломка Не очень Новая Но Пока Лучше Никто Не Выпустил Модель От Даяна Это Уже Немного Другая Головоломка Мастер Скиуб Вполне Подходит Для того Чтобы Собирать Его На Скорость Вполне Это Рекомендую Тренируйтесь И Все У вас Получится А на этом Все Всем Спасибо Всем Пока